Рафаэль Санти один из последних представителей итальянского высокого возрождения и в общем-то в какой-то степени венец возрождения. Как я уже говорил, Леонардо часто в связи с возрождением поминают, но он был скорее учителем, то есть он сам рисовал мало, у него зато была школа, где он обучал. И он разрабатывал методики обучения скорее рисования. Вот Рафаэль Санти как раз много рисовал и основные все шедевры вот этого периода, то есть высокого возрождения, они ему принадлежат. Он прожил всего 37 лет, в 1520 году умер, почему я примерно в этот год помещаю. Говорят, что жил достаточно распутно, то есть вот такой стереотип художника, то есть развратник, пьяница и так далее. В промежутках между этим картины рисует, но возможно это просто стереотип. Сикстинская Мадонна, наиболее известное произведение. Идеология неоплатонизма, как и Боттичелли. То есть вот лучшие художники возрождения итальянские, они следовали платонизму. Идея тут такая, что красота спасет мир. То есть в каких-то формах возвышенных, не похожих на реальность, возвышающихся на реальность, изображали людей. Таких особенно красивых, причем преимущественно богов там, философов, богородицу. Очень много Мадонн рисовал Рафаэль. Святых. То есть вот искусство должно изобразить мир именно совершенным, насколько возможно. И тем самым мир очистить, облагородить, приблизить к вечным идеям. Это неоплатонические идеи, которые исповедовал, безусловно, Рафаэль Санти, как и Боттичелли. Было много последователей. Поскольку Рафаэль это именно классическое искусство, то есть гармоничное и одновременно реалистичное, Рафаэля, конечно, много ругали модернисты всех мастей, которые появились и раньше. Там будут потом маньеристы и так далее. То есть Рафаэль, как символ классического искусства, соответственно, его и ругают, как те, кто любит ругать классическое искусство. Родился он в городе Урбино. У него отец был художником, но рано умер. Рафаэль, было 11 лет Рафаэлю, когда отец умер. Но потом он обучался все равно в мастерской художника Пьетро Перуджино. И первоначально у него стиль походит именно на тот, который был в Умбрии. Потому что его там обучили. Он уже тогда начал в ранний период писать Мадон, еще когда ему лет 20 где-то так было, он обучался. В 1504 году он переехал во Флоренцию. Ему был 21 год. И во Флоренции еще держались старые гуманисты. Там был Леонардо да Винчи, Микеланджело. Вот Рафаэль вошел в этот круг. Он обучался очень много у Леонардо да Винчи. Леонардо действительно обучал хорошо. В основном все работы Леонардо как раз это всякие энциклопедии, выписки, наброски для того, чтобы учеников обучать. Вот Рафаэль в том числе обучался безусловно у Леонардо да Винчи. И был знаком там с Микеланджело, поздними философами платоническими, которые там еще держались, хотя ситуация была плохая, уже шли итальянские войны, ухудшалось. Вот этот расцвет, который был, когда экономически все расцветало, мир Медичи обеспечили лет на 20, вот это все уже прошло. Шли войны, и многие писали уже поздний Боттичелли, писал картины уже такие негармонические, отражающие эту страшную реальность. Во Флоренции в основном он продолжал писать Мадонны, написал их штук 20 в тот период. Затем он переехал в Рим в 1508 год. Рим был сравнительно стабильный, и Рим ввел самостоятельную политику, как я уже говорил. Поэтому, в принципе, все деньги были в Риме уже, а не во Флоренции, и вот как раз туда подключили Рафаэля, как такого уже известного художника к тому времени. Именно там он написал лучше работы в Риме своей, и там, в принципе, постоянно жил. Папа Юлий, который известен своей политикой бурной, тем не менее известен также как покровитель Рафаэля. Так что, в общем, католическая церковь кое-что полезное делала. В частности, в Италии они поддерживали местных художников, платонистов на самом деле. Известные работы станции Рафаэля, это папский дворец он расписывал, четыре помещения расписал, где, кстати, писал, фактически во дворце руководителя католической церкви он писал античных философов. Вот он, Ренессанс. То есть, они считали, что можно совместить католицизм и античную философию. Ну вот сюда относится его известная финская школа, где он изобразил всех философов, известных греческих, будто вот они все вместе и что-то там обсуждают. Причем он под видом философов рисовал всяких своих друзей, например, Платон, это Леонардо да Винчи. Сам себя он изобразил в виде Птолемея, ну и так далее. Там большинство этих картин, фигур философов, они узнаваемы, это различные деятели позднего итальянского возрождения. Тем самым он как раз и пытался символизировать, что античность, она осталась, она в современность пришла. И вот возрождение это как раз, ну то есть, да, вот эту саму идею возрождения, которую он изображает, да, что современные итальянцы наследники античных философов. Сюда же относятся его фрески Диспут, Парнас. Парнас это там Аполлон с девятью музами. Ну то есть, языческое божество, которое католики демоном объявили же, да, он его нарисовал во дворце Папы Римского. И окружил его вот всякими красивыми девушками, тоже всякими этими античными. Восемнадцать поэтов там нарисовал, то есть, всю культуру нарисовал. Отдельно нарисовал философов на картине, отдельно нарисовал поэтов античных. Всю античность нарисовал он Папе Римскому. Из этих росписей, которые станут с Рафаэля, еще интересно освобождение святого Петра из темницы. Это из Нового Завета сюжет, где ангел выводит Петра из темницы. И вот ангел, говорят, очень красивый цианет его, который вот именно Петра выводит. И вообще композиция интересная. Помимо дворца Папы Римского, он расписывал деяния, Сикстинскую капеллу, в которой он расписывал книгу «Деяния святых апостолов». То есть, там в Сикстинской капелле попытались нарисовать вообще весь Ветхий и Новый Завет. И конкретно Рафаэля поставили на апостолов. Вот там он рисовал этих апостолов. Помимо прочего, он продолжал там и на античные темы параллельно рисовать. Довольно обширно. И продолжал рисовать Мадон. Помимо Ватикана, он также в окрестные все церкви римские тоже его заказывали. Он тоже очень много рисовал. Рафаэль очень много картин сделал. В церкви он рисовал Мадон. И его известна еще картина «Преображение». Тоже для церкви написана, а не для Папы Римского. Но «Преображение» там, опять же, неоплатоническая идея, что является в мир высокой идеей в виде именно человека. И она преображает, в данном случае, апостолов. К этому же периоду относится Сикстинская Мадонна. Самая его известная картина. Она характерна тоже идеализмом. То есть, ранние его работы все-таки реалистичны. Там всякие итальянки в виде Мадонны явно такие женственно изображены, реалистичные. А Сикстинская Мадонна все-таки это уже платонизм, это идеализм. То есть, там черный фон, никакого пейзажа этого земного нет. Все так возвышено. Мадонна приносит в мир спасителя, вот прям богиня Афина. Ну и вот этим она как раз изнаменита, Сикстинская Мадонна. Что она композиционно и по изображению она изображает именно превосходство идей, так скажем, над материей. Что красота и истина спасут мир. Вот приходит, Мадонна принесла в мир. То есть, Мадонна как символ красоты, она принесла в мир спасителя, как символ добра. Также он рисал большое количество портретов. Написал, в частности, портрет Папы Юлия. Говорят, очень реалистичный, прям как живой был. Расписывал виллу Форнезину, богатому какому-то местному там олигарху. И там нарисовал Триумф Галатеи. Интересную картину такую тоже, довольно динамичную. Ну, тоже, в общем, та же идея, что в центре вот эта Галатея, которая как бы идея красоты. Она побеждает всевозможных демонов. Все там на нее ополчились, но она выглядит так, что мир она точно спасет. То есть, вот опять эту Арфину нарисовали победоносную, которая приносит красоту и разум. Помимо картин, он, единственное, архитектор рисовал много, построил много церквей по его проекту. В том же время. И также, известно, много набросков Рафаэля. Как бы такие недоделанные картины, но некоторые из них тоже очень популярны рисунки Рафаэля. Писал стихи своим девушкам многочисленным. Ну, всякие там любовные истории пропускают. Рафаэль, в отличие от Микеланджело, точно был гетеросексуалист. И всяческие истории про него связаны вот с любовными скандалами, с его многочисленными всякими девушками. Часто очень молодыми. Умер в Риме в возрасте 37 лет. Опять же, поскольку у него была репутация развратника, одна из теорий, что умер по пьянству, да, то есть перепил и умер и от разврата. Другая просто, что он заболел, у него была высокая температура, а дураки врачи ему кровь пустили, хотя уже тогда знали, что это нельзя, и поэтому он умер. Ну, то есть они кровопусканием часть болезни лечили, допустим, от высокого давления оно может помочь, но от температуры, наоборот, это ослабит человека, он может умереть, если ему кровь еще пустить больному. Ну, прожил он все равно так со славой, был достаточно богатым, активно творчески много рисовал, и сохранили тоже его там торжественно. До сих пор он почитается. Что касается жизни, то она у него благополучная была, и слава посмертная тоже довольно серьезная. Ну, и дальше продолжались спор о древних и новых Париже, можно еще упомянуть. То есть весь 17-18 век продолжались споры, нужно ли нам копировать вот эти все классические образцы Рафаэля, или нам нужно какое-то более реалистическое искусство, и Рафаэль постоянно в этом участвовал. Когда пошел уже такой модерн, типа романтизм, реализм 19 века, то все они Рафаэля ругали. Но в то же время для своего времени Рафаэль суммирует. В общем-то, все, что было в Ренессансе, и хорошего, и плохого, это все, свой определенный итог получило в творчестве Рафаэля.